Добрый день, друзья! Вот смотрите, у нас следующая сказка. Что-то тут лисичка опять задумала. И тут Тетерев сидит на дереве. Что же там случилось? Сейчас мы узнаем Тетерев и лисица. Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит. Здравствуй, Тетеревочек. Мой дружочек, как услышала твой голосочек, так и пришла тебя проведать. Спасибо на добром слове, сказал Тетерев. Лисица притворилась, что не расслышала и говорит. Что говоришь? Не слышу. Ты бы, Тетеревочек, мой дружочек, сошел на травушку погулять, поговорить со мной, а то я с дерева не слышу. Тетерев сказал, боюсь я сходить на траву. Там птицам, нам птицам опасно ходить по земле. Или ты меня боишься? Спросила лисица. Не тебя, так другой зверь, так других зверей боюсь, сказал Тетерев. Всякие звери бывают. Нет, Тетеревочек, мой дружочек, нынче указ объявлен, чтобы по всей земле мир был. Нынче уж звери друг друга не трогают. Вот это хорошо, сказал Тетерев. А то вот собаки бегают, как бы по-старому, тебе бы уходить надо. А теперь тебе бояться нечего. Лисица ухмыльнулась про собак, навострила ушки и хотела бежать. Куда же ты, сказал Тетерев. Ведь нынче указ, собаки не трогают. А кто их знает, сказала лиса. Может, они указа не слышали. И убежала. Видите? Вот как Тетерев проучил лису. Лиса собак боится, а Тетерев лису боялся. Лиса хотела его обмануть, обхитрить, чтобы он не спустился и съесть его. Но Тетерев ей напомнил, что тут собаки бегают и могут его съесть. И ее тоже. И она испугалась и убежала. А Тетерев, ой, такой красавчик, у нас остался на дереве сидеть. И дальше петь песенки свои. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец. И жду ваших вопросов в комментариях. Это у нас книжка уже закончилась. Посмотрите. И теперь будет следующая книжка. Вы можете написать в комментариях, какую вы книжку хотите услышать. И я буду читать другую книжку вам. Всего доброго. До свидания.